Я рад приветствовать вас на телеканале Impact. Спасибо, что вы на влиянии. Я имею честь предоставить, прямо с первых минут нашего прямого эфира имею честь предоставить Нелю Мертес. Неля, приветствую. Я тоже рада быть здесь и рада приветствовать всех телезрителей за этот шанс, который мне Бог дарует, за доверие, проявленное ко мне. Я из Германии и уже 27 лет живу в Германии. Я это прекрасно знаю, мы об этом будем говорить. С Неллей, Нелли, мы знакомы с тобой с 80-х годов. Да. И в нашем восприятии, по крайней мере в моем, Нелли Мертес и моих друзей. Нелли Мертес это человек, это личность и служитель, который знаменован был тем в 80-х годах, что когда вы переехали в Германию, при Балтике, да, потом периодически... С Нарвы ты периодически возвращалась в Украину и у тебя был большой интерес к изучению слова. Большой интерес к изучению слова Божьего. Тогда, когда, откровенно говоря, я вот перехожу сразу к нашей теме, тогда, когда оно было не совсем приемлемо, ну и присуще, скажем, для женской половины прекрасного пола, мы говорим, но у тебя был большой интерес к изучению слова. То есть в этом ты и прогрессируешь. Да, я люблю Господа, потому что слово — это Он. Он есть выраженное слово, Он есть открытое слово, Он слово говорящее, и поэтому, начиная изучать слово Логос, я пришла к заключению, что нам нужно слово Рема, что нам нужно личное общение с Богом. В связи с этим, в развитии своей духовной практики, я теперь перешла в новую форму служения, я преподаю курсы о пророческом служении, о дарах, о водительстве Духом Святым. Об этом мы будем говорить, у нас будет несколько эфиров с тобой. Поэтому welcome to America. Это первый твой приезд в Америку. Я уже сказала, физический приезд — да, но в прошлом году я была в Сакраменто, перенесена духом на какую-то ячейку, молилась за людей. Я не знаю их имена, я знаю, что я им пророчествовала, я хорошо помню их лица, я знаю, как я туда вошла, какой это был дом, какой подъезд, какая улица, я все видела. Также я посетила дом Коли Литвинюка. Я помню, что я зашла через стену, посмотрела, что у них стоит на кухне, как у них все оборудовано на кухне, и вышла. Потом оказалась на ячейке. Впоследствии, позвонив Коле, я сообщила ему все детали, как обстановка обстоит у него на кухне. Оказалось, все совершенно точно. Интересно. Так что уже однажды была, но теперь радуюсь, что я могу физически послужить Божьему народу. Ну, слава Господу, какие в тебя ассоциации вызывает в течение недели, пребывая на американском континенте, ассоциации, ну, как тебе воспринято того Америка и, ну, скажем так, Божий народ, ты бывала в служениях, наверное. Вообще-то никаких требований я не предъявляю к Божьему народу. Я понимаю, что каждая церковь в стадии становления, что мы все растем. Конечно, некоторые церкви более активные, более духовные, с моей точки зрения. Может быть, у них другая точка зрения. Некоторые церкви более пассивные. Но в общем плане, к великому сожалению, я сделала определение, что многие церкви в сонном состоянии. Даже по отношению к нашим немецким церквям, мне просто приходится плакать об американских церквях. Это правда. Это правда. Встречала ли ты с таким явлением, как, это особенно в нашей христианской среде ярко выражено, с таким явлением, как встречают по одежке? Было такое? Да, такое явление очень активно в любой христианской среде. А как в Германии относительно этого? Я в Германии в Пятидесятнической церкви была всю жизнь. Но так как я была миссионеркой и работала от местной немецкой миссии у известного Вальдемара Сардачук, то вопрос одежды даже никогда не стоял. Мы стараемся одеваться скромно, но также и модерно. Понятно. То есть Германия, прежде чем мы перейдем к нашей теме относительно, вероятно, завтра мы проведем с тобой эфир на предмет водительства Духа Святого, различия между дарами и духовными плодами и прочее. То есть мы будем в этом отношении двигаться. В этом году, буквально, наверное, в конце мая месяца, я приземлился на пути из Киева в Америку. Я сутки провел во Франкуте. И с аэропорта, то есть я отъехал в Франкут, там на небольшое расстояние, меня встретили русскоязычные немцы, там в одном месте. То есть христиане? Нет, нет, не христиане, нет. То есть там... Проживающие. Проживающие там, да. И кончилось тем, что я задал первый вопрос. Какие проблемы, с вашей точки зрения, имеет Германия? Ну, я думал, скажут, там отсутствие свободы, финансовые, или кризис тронул, или кошельки, или нелегко с работой, или вы притесняемы по языковому признаку и прочее. Вот, потому что языком не владеете. Первое, что мне ответили, это мусульмане. Говорят, Юрий, или как они добавляют к моему имени имя, моего отца еще, Юрий Михайлович, наша, и не только проблема, это мусульмане, исламизация, это первая проблема Германии. Я склонна мыслить, что они были правы. Действительно, в Германии наступили критические времена для религиозного слоя общества. Дело в том, что уже за этот год 150 тысяч беженцев было привезено в Германию с Сирии. Теперь принимают иранцев, как считается, гонимых христиан, но с ними вместе едет много и мусульман. Теперь принимают афганцев, тоже, как бы считается, гонимых христиан. В массовом количестве идет исламизация в школах. Очень многие школы были подвержены давлению со стороны руководства страны о том, чтобы в школах начали преподавать ислам. Одно время в Германии была женщина-министр образования, и она была мусульманка, по-моему, турчанка. И она настолько широко раскрыла позицию для мусульман в Германии в сфере образования. Детям предлагалось или принуждалось изучать ислам-коран прямо в школах, заучивать суры наизусть. Детям нужно было отставить свое религиозное мышление и принять общественное мнение, что мы должны быть позитивно настроены к любой религии. То есть нейтрализовалось христианство. Христианство стало культурой, а не истинной, ведущей к вечности. Интересно. Также министры это раскрыло возможности для распространения Корана. Напечатаны были тысячи экземпляров Корана, которые раздавались на площадях свободно на немецком языке. Люди многие получили, используют Коран. И это как бы было отдушено для многих ожесточенных сердец. Многие немцы приняли мусульманство. Ислам. Даже так? Да. Что интересно, что вызывает большую тревогу, наблюдая за тем, что происходит в частности в области Средиземного моря, через который пересекаются беженцы со стран Африки, которые движутся, и африканцы, затем со стран Ближнего Востока, они двигаются в сторону Европы. И это наблюдается ежедневно по тысяче, по крайней мере, американские новости показывают, тысячами на лодках, шлюпках каких-то, ручных всяких, и домашних приспособлениях. Многие тонут. На днях погибло в трюмах около 40 человек. В трюме какого-то корабля. То есть они задохнулись там. То есть и вызывает тревогу то, что массово идет переселение вот этих вот. А если бы то переселяются беженцы. Это переселяется их идеология. Это не беженцы переселяются. Экстремисты переселяются вместе с ними. Совершенно верно. Да даже по большому счету и не экстремисты. Мы понимаем реально то, что в Америке, знаете почему толерантное мусульманство? Нет. А скажу. Потому что они в меньшинстве. Как только они берут большинство, все. Значит там совершенно всплываются наружу, совершенно другие формы взаимоотношений. между, то есть там совершенно всплывают другие. То есть и точно таким образом, почему в бывшем Советском Союзе мусульмане, потом все остальные буддисты, все были вот на одном уровне. Вот почему? КГБ мощно держало в своих руках и не позволяло этому экстремизму вот, ну, всплывать наружу. Они просто страх перед КГБ не давал им возможности проявлять себя радикально. Когда были берега эти размыты и убранные ограничения, ушел страх. И смотрите, что происходит в Средней Азии. Узбекистан, Казахстан. То есть там христианство, там оно в таком уничижении, вот в прямом и переносном смысле этого слова. То есть, ну, это такая небольшая ремарка. Поэтому мы понимаем, что до тех пор, до каких... Это лично мое восприятие в действительности, религиозное. До тех пор, до каких они в меньшинстве, все нормально. Но как только они в большинстве, пиши пропало. Я думаю, что нейтрализация христианства в Германии произошла раньше, чем был выдвинут ислам как ответ. Люди отступили от Бога в своих интересах, а моральность берет верх. Поэтому можно сказать, как в древней временной, как в 12-13 веке, когда мусульманство заходило в Европу, когда Османская империя надвигалась на Европу, тогда было уже сильнейшее отступничество. И поэтому, как бы сказать, с этой точки, с этой стороны пришло Божье дозволение, как гнев, как наказание, как Божья рука была убрана, как возмездие за отступничество. В Германии ситуация состоит или определяется точно так же. Я не могу сказать, что Бог наказывает Германию, что Бог какое-то возмездие делает, но отступничество в такой большой форме, в таком большом объеме, что ислам будет просто религией ответа, религией ожесточения, что можно теперь не соблюдать Божьи заповеди, можно не хранить мораль, можно жить как хочешь. Как мы видим, уже гомосексуализм громко говорит в стране. Он активно действует, и поэтому отступившее общество принимает любую форму извращения, хоть религиозную, хоть фанатическую, эмоциональную или сексуальную. То есть, другим словом, что какая разница, богоотступничество проявляемо в полной деградации общества, безнравственности, аморали, или это такая форма, как поклонение чужим богам. Оно по большому счету, наверное, то же самое, вот как ты говоришь, то же самое. То есть, или человек отступил, и человек на дне пребывает в морали, или он где-то там поклоняется какому-то там Аллаху, или какому-то сторонник какого-то Мухаммеда. То есть, это по большому счету, наверное, то же самое. Я согласен, вот эта мысль очень интересная. Потому что не приняли исти, не принимают суррогат. Да, совершенно верно. Другого выбора нет. Человек не может жить с вакуумом, нужно куда-то податься, нужно где-то быть активным. Поэтому бояться, сильно бояться, то есть, другим словом, что если мы слишком крайне по отношению к исламу, и сильно боимся ислама, и не видим, что перед нашим собственным носом происходят такие явления, что разрушают общество, но это тоже неправильно. Мы должны всего этого, скажем, бояться, и давать правдивую оценку и исламу, и прочему. На одном уровне, как ты говоришь, вернее, грех садомии, это то же самое, да, что и ислам, что и садомия, и все остальное. И разрушение семьи, и разрушение... Я сегодня утром, пробегая периодику христианскую на интернете, я прочитал, что по последним, самым последним вопросам в Америке, христианский мир, американский, очень толерантно начал относиться, там, на много процентов толерантнее, чем это было еще пять лет назад, к вопросу разводов. Это делали опрос среди христианских церквей. То есть в христианской среде это члены церкви, это, как мы говорим, братья и сестры, это та категория людей, которая, ну, как мы говорим, должна держаться и буквы, и духописания. И вот они сегодня заявили, не сегодня, но опрос был сделан в течение последнего месяца, о том, что разводы, это нормально, даже в христианской семье. Поэтому о чем это говорит? Что же, дабы не был крен, что вот арабы, арабы, мусульмане, арабы, гомосексуализм и там то, другое, и третье. А мы видим, что это наша же среда, подвержена такой же самой пагубе, ну, вот чуть-чуть в завулированном виде. Ну, мы же все-таки христиане, вот они, это они, то есть там пагуба. А вот здесь оно, то есть дьявол, то есть это дьявольская ложь. Ну или... Можно еще одну деталь подскажу? Я думаю, что ситуация выглядит приблизительно так, как в бизнесе. Есть спрос в обществе в определенном направлении, есть ответ в бизнесе, у делопроизводителей, так же и в религиозной среде. Есть спрос в обществе, в аморальности, в отступничестве, есть спрос выйти в какую-то особую категорию интересов. И поэтому общество дает ответ, пожалуйста, вот вам, не хотите Бога, не хотите жизнь с Ним, не хотите живое движение Духа, будет мертвое, но движение другого Духа, потому что пассивности нет, жизнь всегда в движении, всегда течет. Только жизнь приходит теперь из бездны, активизирует низменные интересы человека. Понимаю. В твоей жизни Бог чудеса являл. Последние несколько лет, то, что ты делилась со мной, последние несколько лет, то есть явно чудеса исцеления были. Действительно, я такой экземпляр, которого сатана всю жизнь хотел стереть с лица земли. Уже в детстве трижды умирала. Перед свадьбой я почти умирала от приступа сердца, выходила из тела два раза. Я видела себя снаружи. Но Бог явил милость, что восстановил мое здоровье. Я сейчас чувствую себя намного лучше, чем я себя чувствовала в юности. Ты же помнишь, как я была ослаблена, приехала на Украину. Но категорично сатана наступал на меня конкретно последние четыре года. Возможно, потому что я наступала ему на пятку. Сказано в Библии, я наступала ему на голову. Сказано в Библии, он будет жалить вас пяту, если вы будете наступать ему на голову. Когда я стала вести пророческие семинары последние пять лет, и очень активно заботился о том, чтобы дети Божьи получали дары, чтобы дети Божьи слышали голос Духа Святого, обучала их, убеждала их, настраивала, поправляла. Я служу также в служении освобождения, что очень содействует получению даров, потому что душепопечительская работа предварительно для получения даров очень важна. то есть мы должны почистить себя, чтобы быть годными сосудами в Доме Божьем. И обнаружив, я ездила в Болгарию, и в один день я получила два сильных стресса. Это была аварийная ситуация в горах. Мой фуникулер не закрылся, и я поняла, что у меня очень экстремальная ситуация. Я просто резко испугалась. У меня был шок на короткие секунды. А шок очень всегда повреждает поджелудочную железу. И потом закрылся фуникулер, и я просто взмолилась, Бог мне помог. Тем более в руках у меня было две сумки, и я не могла справиться с ситуацией. Из-за этого я сильно испугалась, что сильно повредило поджелудочную. Когда ночью возвращалась в Софию, и мне нужно было улетать, на аэропорту опять произошла такая экстремальная ситуация. Не придумаешь, не опишешь. Не хочу долго рассказывать, потому что это сейчас не играет никакой роли. Суть вот какая. Я приезжаю домой с диабетом. У меня резко начался диабет. Сильно болела поджелудочная железа, сильное воспаление. Я перешла на воду. Я постоянно пила воду, постоянно каши ела, потому что я знала, при воспалении железы нужно протирать всю пищу. Но это не помогало. Мой сахар прыгал вверх-вниз на 200-300 единиц. У меня начался серьезный диабет. Моя мама диабетик, и поэтому она проверяла мой сахар своим приборчиком каждые два часа. Если я только одну-две виноградинку съем, меня бросало в пот. Одну ложку меда мне было так плохо, что я стукалась об стены. Я не могла ровно ходить. Постоянно перед глазами тек как бы дождь. Такое ощущение, что зрение нарушилось. Все буквы раздваивались перед глазами. Я стала сильно молиться. Я сказала, Бог, ты знаешь, я миссионер. Я не сдамся этой ситуации. Я не буду жить от кухни до кровати, потому что моя жизнь так сократилась, что я почти никуда не могла ездить. Мне было постоянно плохо. Я провозглашала разные места писания из Библии. Я говорила, что ранами его я уже исцелена и так далее. Все, что знала из душепопечительской области, я использовала для себя. Но победа не приходила. Отрекалась от всякой болезни, отрекалась от всякого духа болезни. Победа не приходила. Я говорила, Бог, я знаю тебя. Все равно придет победа. Где-то будет апогей моей веры, где мы с тобой встретимся. И сила Божья воздействует на меня. И две недели вот в таком постоянном напряжении я посетила врача. Мне сказали, хорошо, мы сделаем вам программу, уколы, действительно, у вас сложная ситуация. Но давайте подождем еще месяц, посмотрим, как будут обстоять дела, когда пройдет сильное воспаление поджелудочной железы. Как раз у нас была конференция небольшая трехдневная для душепопечителей. Я постоянно служу в пророческом служении уже 14 лет. Поэтому мне нужно было подходить к каждому душепопечителю, которого промаливали в данный момент, и пророчествовать ему. У меня было так мало сил, что я стояла на коленях, я не могла даже подняться, стоя молиться. Они стояли, а я стояла около них на коленях. И после каждого клиента, так сказать, я отходила в сторону, там лежали одеяло, и ложилась. Просто я увидела, что я уже постельный больной. Я стала сильно взывать к Богу и главный элемент. Я знала, что Бог творит чудеса, но я знала, что должна получить слово Рэма, чтобы в дух вошло в свидетельство. В воскресенье, после трех дней встречи, пастор рассказал о том, что его жена получила исцеление, и вызвал ее на сцену. И вдруг он говорит очень важную мысль. Друзья, если вы больны, скажите мне, вы прославили Бога за вашу болезнь? Вы выяснили, почему у вас болезнь? Я ни в коем случае не представляю такую форму отношений с Богом, что Бог наказывает детей своих за что-то. Я понимаю, что болезнь имеет физиологическую причину, где-то в нашем теле нарушились физические законы, но также я знаю, что Бог контролирует ситуацию, что в каждой проблеме есть выход через силу Божию, и Бог являет свою славу через проблему, через боль, через болезнь, через страдания. Поэтому я ни в коем случае не обвиняла Бога, зачем ты мне послал то или другое. Бог ничего не посылает из этой области проклятий, но где-то было дозволение. Я видела физическую причину. Когда пастор объявил об этом, я прославила Бога за болезнь. Я сказала, спасибо тебе, Иисус, благодарю тебя за диабет. Еще я сказала, Господь, я знаю даже причину, я была очень равнодушна к больным диабетам, я не хотела молиться за них, потому что я не прошла этот ад миниатюри, в котором они жили. Теперь я испытала суть проблемы, это действительно был ужас. И я пообещала Богу, что с этого момента я буду старательно молиться за исцеление больных, об исцелении больных, особенно диабетика. Как только это сказала Богу, я была исцелена в ту же секунду. Жил Господь. Да. Здорово. Друзья, мы с Нелли Мертос из Германии в эфире сегодня. Оставайтесь с нами на влиянии. Будет эфир сегодня, завтра, наверное, и послезавтра. Это в зависимости от того, как мы сможем уложиться в рамки отведенного нам время. Нелли, но это было... Это было первое исцеление. Это первое исцеление. Да, через год я обнаруживаю, что у меня уже некоторое длительное время сохнут глаза. Для немцев пересыхающие глаза это норма. Приходишь к глазному врачу, тебе дают капельки искусственные слезы, живи дальше. Но я обнаружила, что у меня не только это проблема. У меня начал сохнуть нос, носоглотка, я не могла глотать таблетки. Я поняла, что у меня какая-то экстремальная ситуация. Дошло до того, в течение года, как будто бы началась аллергия. У меня сильно пересыхал нос, и поэтому на всякий запах я очень реагировала. И потом 2 часа очень долго работали железы, просто капало из носа каждые 3 секунды капля. Поэтому такое было сильное физическое нарушение. У меня болело сердце после этого. Все железы во рту, все железы в голове. Какие-то токи, какие-то волны ходили по телу. Я 3 дня лежала плашмя после того, как пересыхал нос. Я стала сильно взывать Богу, Боже, что это за проблема? Неужели у меня аллергия? Прошла тест, у меня очень слабая аллергия. Не знала причины. В результате мне пришлось вот так ходить с носовым платком, сырым, мокрым, для того, чтобы попасть на ячейку, где использовались батареи, где было жарко. Потому что мне не хватало влаги. Действительно, ситуация была серьезная. Но я еще все не сознавала категоричность или сложность ситуации. В эту ночь, когда я вернулась в ячейки с этим носовым платком, мне приснился сон. Я увидела три ангела. Они подошли ко мне и молились обо мне на неизвестных мне языках. Но потом они положили руки на меня и один ангел стал мне пророчествовать. Я не понимала слова, но ощущение было такого порядка. Его слова переворачивались в моем ухе, как кубики. Я их начинала понимать. И он говорил мне, по физическому твоему состоянию ты уже умираешь. И ворота Нового Иерусалима готовы открыться пред тобой. Но воля Божия, чтобы ты еще осталась на земле. Однако на земле нет средств для твоего выздоровления, для твоего лечения. А силой духа ты преодолеешь это. Во сне рядом стояла Лиля, которая подтвердила мне эту информацию, дословно сказав то, что сейчас сказал мне ангел. Я думаю, важность информации заключается в повторении. Как Иисус говорил, истинно, истинно говорю вам. Я проснулась и была, конечно, немало удивлена экстремальностью ситуации, что я уже стою у края вечности. И я стала очень сильно молиться. Использовала те же методы. Провозглашение Слова Божьего. Я призывала силу воскресения на себя, на свой организм. Я прошла разные проверки медицинские, компьютерную диагностику МРТ, разные-разные. Поговорила с врачами. В один голос врачи мне говорили, у вас гормональный сбой. Наша наука не дошла до того, чтобы найти лекарства для лечения нарушенного ДНК. Поэтому мы вам помочь не можем. Мы можем лечить только симптомы. Все в один голос. Три врача прошла, говорили. Диагностика показала, что у меня в организме исчез один фермент, который содействует образованию слизистой оболочки. И его восстановить невозможно. Поэтому я знала, что есть только Бог, который может обновить организм, исцелить и воскресить этот фермент, который уже прекратил существовать в моем организме. Я провозглашала и места Писания, и призывала Божью благодать. Я благословляла свой организм ежедневно, много раз в день. Призывала Божью силу, славила Бога за болезнь, славила за исцеление. Ты благословляла организм. В какой форме это выражалось? Я благословляла все системы организма. Я делала это каждый день. Ты говорила как? Я говорила во имя Иисуса Христа. Я благословляю мою иммунную систему, благословляю нервную систему, систему пищеварения, желудочно-кишечный тракт, обмена веществ. Но тоже это иммунная система. Благословляла мою слизистую оболочку. Повелевала во имя Иисуса Христа, чтобы образовалась слизь на всех органах используемых. То есть, когда ты говоришь слово благословляла, ты посылала благое слово. Да, благословляю, повелеваю жить, повелеваю развиваться. То есть, благое слово. Вот для человека неоцерковленного сегодня, который смотрит программу, то есть мы... Как ты можешь интерпретировать такого вида молитву? Что мы делаем этим самым? Для человека, ну, ряд из вас, людей, не сведущих в терминологии, нашей христианской, когда мы говорим, что мы благословляем. Чуть-чуть приложи толкование. Если взять научную сторону этого процесса, у нас в мозгу есть 7 отделов, которые отвечают за разные процессы нашего организма, за деятельность нашего организма. И один отдел отвечает за высказанное вслух слово. Как мы осознаем ситуацию, как мы определяем ситуацию? Монтейн в свое время сказал, человеку не дано ни негативного, ни позитивного в жизни. Но все обстоит так, как он определяет ситуацию. Если он позитивно, плюсом назовет сегодняшний день, он будет радужный для него. Если он определит сегодняшний день негативно, он будет печальным для него. Так что мозг фиксирует наше слово. В слове Божьем сказано, что от плода уст человека наполняется внутренность его. То есть произнесенным словом ты насыщаешься. Смерть и жизнь во власти языка. Если ты провозглашаешь жизнь своему телу, своим всем органам, ты привлекаешь силу Божьего Духа исцелять тебя. Если ты провозглашаешь смерть своему телу, ты привлекаешь демонические силы разрушать тебя. Потому что в духовном мире решается твоя судьба и в физическом мире она реализуется. Точно таким образом, в подкреплении этих слов я Давида вспомнил, который приказывает, дает команду своей душе. В 137-м псалме, в 8-м там в ряде псалмов он говорит, душа, надейся на Господа, душа моя, уповай на Бога. То есть он дает указание своей душе и душа что? Должна повиноваться. То есть этим самым это имеет то, о чем ты говоришь, оно имеет место. Мы понимаем, как христиане. Оно должно иметь место в нашей практике, в наших практических молитвах. Это нормальное явление. Я думаю, если мы согласны с тем, что мы состоим из трех субстанций, дух, душа и тело, мы понимаем, что мы можем разговаривать между собой, сами с собой. Не потому что у нас шизофрения, а потому что мы из трех субстанций. Мы лично с собой решаем вопросы. Еду я, не еду туда. Почему не еду? Мы можем аргументы какие-то привести лично для себя. Поговорив с собой, мы определяем, чем мы будем заниматься и принимаем решения. Так что Библия показывает нам, что мы духом можем победить наши физические болезни, призвав силу Божию для этого. То есть продолжай. И вот таким образом ты благословляла органы своего организма. Да. Я также призывала силу воскресенья. Есть еще один момент, который важен для христианской среды. Я запрещала духом болезни атаковать меня. Я просто изгоняла духи болезни из моего тела. Я говорила, всякий дух болезни, который атаковал мою нервную систему, мою иммунную систему. Оставь меня, мой желудочно-кишечный тракт. Выходи из меня во имя Иисуса Христа. Что было важно, и я считаю важным, чтобы мы не были слишком отделены. Мы ведь тело Христово. Я пришла в церковь, я объявила церкви, что у меня такая проблема. Я объявила пастору, руководителем. И написано, что старшины церкви помажут тебя или помолятся тебе, и ты будешь исцелена во славу Божию. Так и делал мой пастор. Он помазал меня или он молился обо мне. Я не могу вспомнить конкретного момента, когда произошло стопроцентное исцеление. Я думаю, это был процесс восстановления. В течение месяца восстановилась слизистая оболочка. Я перестала пользоваться... И рецидив, то есть исчез совершенно. Исчез, да. Я перестала пользоваться мокрыми носовиками. Я четыре раза в день капала глаза. Я перестала капать днем совершенно глаза. Я обнаружила, что мне достаточно теперь влаги в носу, что я могу нормально разговаривать, что я не задыхаюсь больше, что мне не надо слюну по ночам глотать, чтобы смазать носоглотку. Здорово. Дальше. Так что я теперь пользуюсь Божьей благодатью. Дальше. Еще с большей уверенностью иду вперед. Впоследствии, через год, меня атаковала еще одна проблема. Мои две сестры-диетологи. Очень много они научили меня в этом направлении. Это Ирина? Нет, это Лиля и Лида. Очень много они подсказали мне в этом направлении. Я сама травник. Я с детства собираю травки и люблю пользоваться Божьей природой для исцеления организма. Божьей природой. Но я попадала в такие критические ситуации, где ни одна травка не попадала, не помогала. Где только вера, функционирующая силой Божьей, могла тебя привести в порядок, могла твой организм полностью восстановить. Итак, в мае месяце прошлого года у нас был пророк из Белоруссии, который пророчествовал мне, что придет момент в твою жизнь, ты пройдешь печь очередную, ты будешь находиться дома, ты будешь вызывать Богу, ты будешь отделена от общества и будешь искать лица Божьего в особом варианте, потому что тебе нужна будет помощь для жизни. И я сказала внутри себя, Господь, избавь меня от печки. Я уже столько прошла экстремальных ситуаций, хочу полегче пожить. Но был ответ сразу через пророка, который не знал мои мысли. Он сказал, и не проси, ты не будешь избавлена от этого, ты пройдешь эту длительную печь, и я образую в тебя новые божественные естества или новые божественные соки. Я не знаю, что Бог имел в виду или что пророк выразил этим. Я понимала, что Бог какой-то новый уровень добивается во мне через то, что опять посылает меня в экстремальную ситуацию. Через пару месяцев ко мне в церкви подошла женщина и пророчествовала мне, дважды ты шла долиной смерти, теперь пойдешь в третий раз. Но увидишь силу исцеления. Я понимала, что где-то грянет гром, только не знала, в какой сфере. Прошло пару месяцев ни аварии не случилось, ни кирпич на голову не свалился. Конечно, я не ожидала, что я попаду в западню, но я знала, что это придет. Поэтому, не оставаясь легкомысленной, я выучила еще больше мест писания для исцеления. Если Бог говорит, что это долина смерти, это не игрушка. Я знаю, что такое долина смерти, когда ты одной ногой вечности, где тебе приходится бороться за жизнь всеми фибрами души. Я выучила 90-й псалом, и каждый день повторяла стих из 22-го псалма. «Если я пойду, и долиной смерти не боюсь зла, потому что ты со мною». Моя дочка не знала, к чему я так напряженно готовлюсь. С ней вместе я изучала наизусть места писания, связанные с исцелением. Такие уже категоричные боевые. Смерть, где твоя жало, ад, где твоя победа. Вроде таких текстов. И тут 3 февраля мы были на молитве, молились об Украине. Мы молились о беженцах с Украины. Одна семья из Славянска, я скажу эту деталь прямо сейчас, одна семья из Славянска вопрошала Господа о том, выехать ли им из Славянска, или все уже благополучно восстановится политическая ситуация. Это еще было до явления захвата Славянска, да? Нет, Славянск уже был захвачен и освобожден. Понятно. Это было 3 февраля 2015 года. И освобожден. И люди вернулись и жили там спокойно. Но один брат получил откровение, что будут проблемы. И он позвонил нам в Германию, чтобы мы попросили Господа, выезжать ли его в семье или остаться на месте и быть спокойным. И через одного пастора болгарского было слово. Сын мой, покинь этот город в течение трех месяцев. Ситуация очень усложнится. Придет время, когда русская армия придет как саранча, и город сравняет с землей. Это его было пророчество. Но сошла такая сила, что я тоже в этот момент услышала голос Божий. Я слышу, как Господь говорит мне. «Угроза смерти нависла над тобой. Ты стоишь на рубеже больших перемен и не знаешь об этом. Отстранись от всех суетных дел твоих, войди в мое присутствие и увидишь силу исцеления». Как результатом размышления я поняла, что в моем организме произошли процессы смертоносные. Но где они, как их выявить, я не знала. Поэтому я пошла на компьютерную диагностику. Потому что явных признаков болезни не было. Я не знала, что со мной. Были какие-то подозрения, что мой организм воспален. Только где не знала. У меня начались рвоты, что никогда со мной не было. Раньше у меня пропал сон. В течение почти двух месяцев я не могла толком засыпать. По три-четыре часа лежала. Как бы я не унывала, думаю, буду молиться. Но для организма это тоже плохо. Нарушенный сон, организм не отдыхает. И еще был один признак, на который я опять-таки не обращала внимания. У меня стала очень желтая кожа на лице. И мне люди в церкви говорили, ты такая желтая стала. Я говорю, ну, солнца нету, в Германии одни дождей негде загорать. Отшучивалась. На самом деле ситуация была намного серьезнее. Когда я прошла компьютерную диагностику, я увидела, что на дисплее было написано саркома печени. И селезенка была задета. Селезенка тоже уже была сильно повреждена. Саркома это... Это самый активный вид рака, который съедает человека за месяц. Даже если люди обнаруживают саркому родинги или каких-то внешних форм рака на коже, то бывает, что человек его носит за месяц. Он очень быстро кидает метастазы по всем органам. Невозможно остановить. Даже химиотерапия так не может с ним справиться. И я не сторонник химиотерапии. В моем представлении химиотерапия – это кресиный яд, который уничтожает иммунную систему. По крайней мере, так мне сказал один русский врач. И поэтому я сторонник натуральной терапии, божественной терапии. Поэтому я приняла решение, что первое, что я буду делать, я буду взывать о силе и милости Божьей, о Божьем исцелении. Я буду пользоваться законами неба. И второе, что я сделаю, не забывая, что я в теле нахожусь и подвержена законом природы, законом Божьим, которые вложены в мое тело. Я решила полностью почистить свой организм от переокисления. Дело в том, что рак образуется на почве переокисления. Когда наш организм переокислен, иммунная система уже не в состоянии бороться с развивающимися клетками рака. Переокислен. Переокисленный организм. Приложить толкование. Повышенная кислотность в организме. Развиваются клетки рака. Это среда для рака. Не знаю, как вы относитесь к Кока-Коле, но это яд для организма. Больше 50 лет, наверное, от роду я не знаю, что такое заболевание, кроме чиха. По благодати. По благодати, милости Господней. Поэтому я задаю такие глупые вопросы. Это не глупые. Не глупые, да? Это здравые вопросы. Мы очень много употребляем сладости, очень много употребляем белой муки, Кока-Колы, лимонады. Мы очень много употребляем ядов химических, которые находятся в продукции. То есть Кока-Кола нельзя? Вообще-то это один из самых сильных ядов, потому что там находится фосфорная кислота. Вот если папа смотрит, мама всегда запрещает папе пить Кока-Колу. И правильно делает. А он прячет. Пусть будет построже. Он прячет, найдет место, где спрятать и сильно любит, особенно лет. У меня штраф 20 евро для тех. Поэтому, мама, вы правильно делаете, так и продолжаете. То есть это яд. Это страшный яд. А он говорит, я люблю, и все. Весь мир пьет Кока-Колу. Да, и весь мир идет ко дну в физическом плане. Точно. В Кока-Коле находится фосфорная кислота, которая вмиг разъедает слизистую оболочку желудка. И чтобы нейтрализовать стакан Кока-Колы, чтобы нейтрализовать эту кислоту, нужно сразу выпить 20 литров воды. Что ты говоришь? Или используется организмом трехдневный кальций, забирается из костей, чтобы нейтрализовать эту Кока-Колу. И пьют, и рекламируют. Да, спится, конечно. Кока-Кола помогает разлагать мясо, но она разлагает и внутренние органы с таким же успехом. Я знаю, что у нас в Германии Кока-Колу используют слесаря для того, чтобы снять ржавчину с железа. Точно, я тоже делаю. И моют унитазы. Может, это некрасиво было сказано, но немцы используют ее во всех направлениях. Интересно. И для того, чтобы себя уничтожить, тоже можно использовать Кока-Колу. После того, как выпил стакан Кока-Колы, надо 20 литров воды, чтобы нейтрализовать этот яд. Видишь. Я знаю, что Германия очень заботилась в этом направлении, но здесь политика сыграла свою роль, поэтому все затихло. Поэтому вопрос кислотности, повыше или пониженной, это очень важный вопрос. Потому что это способствует к образованию то, о чем ты говоришь. Образовалась клетка рака. Мы должны наблюдать за тем, чтобы у нас не было изжоги. Если у нас уже есть признаки повышенной кислотности, то есть изжога, кислота выбрасывается в пищевод, это говорит о том, что нам срочно нужно заняться собой. По крайней мере, вот духовная сторона. Я молилась, провозглашала волю Божию об исцелении. Я знала волю Божию об исцелении. Перед тем, как я узнала свой диагноз, я слышала в голове текст Писания «И не дашь святому твоему увидеть ленья». Я думаю, этот текст относится к Иисусу. Но когда я узнала свой диагноз, я поняла, что это было слово «Рэма», которое я должна была использовать для себя. Также в час ночи, приехав с диагностики, я склонилась на колени, и Бог говорит мне, я Бог созидающий. Я взяла это слово тоже как слово «Рэма». И каждый день я обращалась к своей печени и говорила «Печень, созидайся во имя Иисуса Христа». «Селезенка, созидайся во имя Иисуса Христа». Впрочем, у меня печень стала так сильно гореть, что я не могла спать по ночам. То есть печень, помоги мне разобраться, небольшой ликбез. Печень с какой стороны? С правой стороны под ребром. Селезенка под сердцем, чуть-чуть сзади. Точно знаешь, что сердце, по-моему, с левой, да? Хорошо, что знаешь, где сердце. То есть с правой стороны находится что? Печень, да? Печень под ребрами. Это говорит о том, что у тебя никогда ничего не болело, иначе бы ты определился в событиях. Слава Господу, да. То есть и ты начала прямо давать команду? Давать команду. Интересно. Это духовный закон использовался, и использовался закон благодати, потому что написано «Вера отслышания». Я провозглашала Слово Божие, я провозглашала исцеление своим органам, своим приказам, потому что написано, что дела, которые Иисус сотворил, и мы сотворим. Мы можем молиться и провозглашать исцеление ближнему, но мы можем этот закон использовать для своего тела. Почему мы не имеем столь дерзновения? Я вот наблюдаю за христианами, мы не используем дерзновения, мы почему-то так осторожно, так скромны. В неверии. Так скромны. Мы так, не то что неохотно, мы, может, и охотно, но так вот без дерзновения, без энтузиазма, если мы и пробуем при слышании воззваний за кого-то молиться, то мы это делаем таким аккуратным образом, как будто... Вот что-то есть, какой-то элемент непонятного, что мы не можем открыться даже как служителей, потому что приходится молиться со служителями в разных формах и проявлениях, в разных местах. И чувствуешь какой-то дискомфорт, когда молишься рядом с кем-то из служителей, из пастырей или епископов за кого-то, то ли за больных, то ли за какие-то нужды. Очень часто, я не говорю, что это всегда, но очень часто чувствуешь такую атмосферу дискомфорта, что это вот как-то вот, оно нерешительно делается. Вместо того, чтобы решительно, не с дерзостью, но с дерзновением, с верой, с обетованиями и со словом действительно провозглашать судьбу и тело этого человека. Поэтому это, когда мы проявляем авторитет слова в молитве по отношению к кому-то. Но когда мы делаем по отношению к себе, ты рассказываешь, что ты делаешь это по отношению к себе, и ты делаешь это с дерзновением, то есть, ну, делала, по крайней мере, в той ситуации. Я отвечу на твой вопрос такими мыслями. Я склонна мыслить, что вот эта ложная скромность связана с непознанием своей позиции во Христе Иисусе. Ну да. Когда я знаю, кто я во Христе Иисусе, я выступаю как воин, а не как виновный, приходящий к небесному Отцу с виной. Тогда разберись сначала со своей виной, чтобы к тебе вернулось дерзновение, твои взаимоотношения с Богом определяют твою позицию на земле. Как ты его познал? Как отца или как судью, или как полиция, который только и следит, чтобы тебя где-то в чем-то наказать. Мои отношения с Богом — это отношения отца и дочери. Поэтому я прихожу к нему как отцу и пользуюсь богатством арсенала в его царстве. Исцеление принадлежит мне как дочери. Благодать и откровение принадлежат мне как дочери. Водительство принадлежат мне как дочери. Что еще подвинуло меня быть активной в вере? Новый перевод, который я однажды увидела на Кипре. Я была на разборе слова, вела там душу по печенью, вечером пришла на разбор слова. И гречанка читала с греческого перевод римлянам 5.17. Этот текст звучит по-русски в нашем старом переводе так, что благодать и праведность будут царствовать. А в оригинале этот текст звучит так, мы будем царствовать посредством благодати и праведности. Совершенно меняется наша позиция. Мы уже становимся в позицию власти и пользуемся Божьей властью для того, чтобы разбить дела дьявола. Болезнь это дела дьявола в моем теле, хоть в теле моего друга. Смерть это тоже дела дьявола. Я могу противостоять смерти? Зачем я должен соглашаться с тем, чтобы дьявол уничтожил меня? Хотя не всех Бог исцеляет. Да, некоторые переходят в вечность. И масса людей переходит в вечность. Но и причина часто в том, что люди не борются за свою жизнь. Моя сестра, диетолог, она говорит, Неля, как только люди узнают, что у них рак, они сдаются в тот же день. Они даже не хотят бороться. Почему? Потому что они знают, что это диагноз приговор, что мало кто восстанавливается и выздоравливает. Но если мы знаем, кто наш отец, что вся власть в его руках, мы можем пользоваться его благодатью для своей собственной жизни. Продолжай. Так что я взывала к Богу об исцелении. Вот такой у меня был процесс. Первые три дня я сообщала верующим и друзьям, что у меня есть рак. И первые три дня я славила Бога за то, что у меня есть рак. Может быть, это звучит... Странно. Это революционно, но я поняла, что здесь есть своя божественная динамика. Потому что написано, верующему, призванному по его изволению, все содействует ко благу. Значит, рак этот ко благу. Чтобы явилась слава Божия. Ты человек не шаблонный. Сколько я тебя знаю, у тебя шаблонов нет. Это однозначно. Может, расширенные рамки. Возможно. Поэтому это я впервые в своей практике, впервые говорю так, как есть на духу. Вот тут уже не вырежешь и не убавишь, потому что эфир-то прямой. Я слышу, что ты благодарила Бога и славила Бога за рак. Я понимаю Божьи принципы. Бог контролирует ситуацию. И если я знаю, что Бог наблюдает над всем, значит, я понимаю результат. Здесь есть дозволение. Я благодарю того, кто позволил мне войти в эту пустыню, чтобы быть победителем в этой ситуации. Потому что я уже сейчас говорил, Иисус говорил фарисеям или народу, которые его спрашивали, кто виноват, что родился слепым? Он или родители его? Иисус говорит, никто. Но это для того, чтобы явилась слава Божия. Когда мы видим глобально волю Божию, мы понимаем, что все сложные ситуации в нашей жизни, напряженные события, которые мы пришли, сюжеты, которые ударили нас в жизни, они были спроектированы Богом. Для чего? Чтобы явилась слава Божия. Где-то было воспитательное действие, где-то было сокрушительное действие, где-то приходило знание через опыт, где-то мы узнавали силу Божию, иначе бы мы не могли узнать. Показание, дисциплинирование. Дисциплинирование, да. Где-то мы увидели Бога Милующего, как узнать Бога Милующего, когда нет осложненной ситуации, когда тебе неоткуда вызволять. Так что я увидела в этом славу Божию, что я поняла этот принцип, я поклонялась Богу все три дня непрестанно, и ночью. Почему ночью? Потому что когда ты знаешь, что над тобой висит приговор смерти, то сутки теряют свою значимость. Я просыпалась ночью много раз и только поклонялась, и засыпала. Это было в этом году? Февраль месяц. В начале года? Да, это был февраль с 3-го, вот по 10-го, когда я поклонялась Богу. То есть 5-го февраля я узнала свой диагноз настоящий, 3-го мне было сообщение. Ты настолько была уверена и категорично в своем местоположении в воле Божией, победителя, что другого быть не дано. Ты понимала? Я просто исключала другое. Потому что многие из нас, но это не она с тобой, многие из нас, многие из христиан, они полууверены в том, кто они есть в Боге. Полууверены. Вот такая половинчатая уверенность, она, наверное, дает возможность дьяволу бомбардировать мое сознание, мои мысли о том, что кто его знает, ну угодно Богу, ну не угодно, кто его знает, волей я его или вне воли, кто его знает, и мы не уверены, кто мы, как ты вначале говорил, кто мы есть в Боге. Но твоя уверенность о том местоположении, кто ты есть в теле его, кто ты есть в воле его, кто ты есть в церкви его, то есть дает возможность тебе действовать с дерзновением. Во власти, я бы сказала. Во власти, да. Я осознаю то, что не играет роли женщина, я или мужчина. У меня есть дух, который не имеет рода. И мы духом имеем отношение с Богом. Но это явно не шаблон. Потому что в среде нашего евангельского направления женщина, она занимает определенное место. То есть поэтому это явно не в шаблоне ты говоришь. В реальной жизни я занимаю определенное место. Я жена. Но ты подчиняешься мужу. Да, я жена у моего мужа. Но в духовной жизни у меня нет какого-то физического статуса. У меня есть небесный статус. Я дитя царя царей. Царственное священство, цари и священники и так далее. Я принимаю все слово Божие. Бывает такое, что ты мужа говоришь, слушай, возлюбленный, то, то и то и то. По хозяйству да. Да. Конечно. Я могу ему список написать, сделай то и то и то. А в духовной? В духовном плане каждый имеет свою позицию. Понятно. Но ты не доминируешь в духовной? Не говоришь, да, сэс де лорд. Бывает такое. Да, сэс, так говорит Господь. Так говорит Господь. Ну, если пророчество идет, то говорю. Говоришь ему. Если пророчество идет, потому что он тоже приходит со своими нуждами, говорит, я хочу устроиться на работу или куда-то поехать, или какое-то важное принять решение, мы молимся вместе. И, конечно, я говорю, так говорит Господь, и он слушает это не как мое слово, а как слово идущее от Бога. Да, не шаблон. Нет, я не Господь в доме. У него своя сфера деятельности, слесарная, огородная и так далее. У меня кухня. Перераспределение обязанностей по отношению к воспитанию. У вас несколько, трое детей. Да. И двое в царстве, ты говорила. Да, у нас все христиане, но сейчас один сын находится в балансирующей позиции. Он молится, верит, но на собрание на данный момент не ходит. Понятно. То есть, но в вопросах воспитания духовного характера детей, кто доминирует, ты или муж? Думаю, что я в плане того, что дети больше были со мной, муж всегда отсутствовал. Понятно. Он или был на богослужении, или по 8-10 часов был на работе. Поэтому духовное воспитание касалось больше меня. Я не работала, я специально сидела с детьми дома, изучала с ними слово Божие. Много очень путешествовали, много внимания им уделяли, чтобы они познали Бога не на словах, а на деле. Вы начинали в Новосибирске церковь? Да, с мужем вместе, и с группой христиан. То есть, пастор был старше он, но ты ему помогала. Или было наоборот? Друзья, мы с Нелли Мертес. У нас, кстати, завтра будет очень интересная беседа, интересный эфир на предмет конкретно откровений и пророчеств, которые ты имела относительно происходящего в Европе. Но это будет завтра. Вот, поэтому мы сегодня, это только наша вводная тема была. Поэтому вот в Новосибирске все-таки ты помогала ему, и вы несли вместе пасторское служение. Да, не только вместе, но мы всей группой несли этот груз. У нас было пять человек. У меня была своя сфера деятельности. Я занималась детьми, евангелизацией, собирала людей. Муж отвечал за свои вопросы, здания, организации, церковные деятельности. Я вела молитвенные собрания, обучала женщин служению освобождения. У мужа была группа мужская по служению освобождения. То есть, мы обучали в разных сферах. Слава Богу. Затем вы передали служение брату, твоему мужу. Александру Попроцкому. Так что привет Попроцкому. Я рада, что он тоже нас слушает. Смотри, Наля, и таким образом, когда вот прошел процесс твоего осознания, и ты начала запрещать этой болезни, вновь выявленной в феврале месяце, как процесс дальше пошел? Я знала о силе воскресения. Я изучала эту тему специально, потому что получила откровение и повеление во сне изучить эту тему еще в 25 лет. Поэтому, когда я молилась об исцелении, я понимала, что мне нужно воскресить клетки. Здесь недостаточно только реформации. Нужно полностью обновить клетку. С чем это было связано? С сознанием медицины. Когда я прошла диагностику, моя сестра сказала мне, 80% клеток уже повреждены раком каждого этого органа. 80%? Но метастаз нету, да. Я говорю, не понимаю, еще перед этим я уже начала пить соки. Два месяца я пью соки. Почему же нету никакого влияния со стороны сока? Все-таки соки нейтрализуют кислоты. Она сказала, клетки закрылись для принятия питания. То есть конкретно пришел дух смерти на самоуничтожение. Иммунная система – это селезенка. Если иммунная система умирает, то кто поможет организму? Это наша сила движущая. Поэтому я понимала, что в начале Деос, в начале Бог. Если Бог придет своей воскрешающей силой, то организм восстановится и исцелится. Если Бог не придет, ты хоть 30 литров сока выпей. Уже поздно. Хотя я знаю, что многие раковые больные выздоравливали, не верующие от сокотерапии, но моя ситуация была намного сложнее. У меня было очень мало времени. И мне некогда было много заниматься только физиологией. Поэтому я знала, что придет дух восстанавливающий. Я призывала дух восстановления, призывала от Бога дух исцеления. Я провозглашала исцеление, призывала силу Святого Духа для исцеления. Я понимаю, что Дух Святой внутри нас, он не должен откуда-то прийти. Он функционирует изнутри. Он изнутри восстанавливает мои клетки. Но чтобы он включился в жизнедеятельность, в активность, нужно соединение моего желания, моей веры и его возможностей. Поэтому надо было провозглашать Слово Божие, которое включило бы мою веру и дало бы свободу Духа Святому исцелять мой организм. И плюс к этому тебе рано еще умирать было. Ты так понимала. Да, только 51 год. Ну да. Вау. И дальше как разворачивались события? После трех дней я перестала говорить о том, что у меня рак в наличии, потому что я приняла решение, я не могу изгонять его и одновременно утверждать его. Когда я произношу что-то своими устами, я утверждаю в наличии эту форму проблемы. Поэтому я сказала, никому больше не сообщаю о том, что у меня рак. Люди между собой говорили, поддерживали меня, молились, пастор за меня молился, кто-то пугал, кто что говорил, три месяца будешь лечиться. Это очень экстремально. Один человек советовал сразу сделать операцию, чтобы метастазы не размножались, не бросало сеяние нигде эта клетка. Но знаешь, что меня очень поддерживало? Во-первых, я знаю живого Бога. Во-вторых, у меня было на руках откровение. Месяц назад я купила билет на Украину. И когда я его покупала, у нас в гостях был литовец, через него было слово. Здесь есть человек, который хочет ехать на Украину. И Бог говорит, ты поедешь на Украину, и вот такие-таки события встретишь на Украине. Я там была одна среди десяти, которые собирались ехать на Украину. Так что вот это слово Рэма, знание, преподанное мне ранее, оно поддерживало меня. Я говорила людям, через месяц я поеду на Украину, я не сдаю билет. Я должна исцелиться за месяц, я знаю живого Бога. Ему не надо 33 дня, чтобы исцелять. Ему нужно только один момент нашей встречи веры, только одно. Поэтому 10 дней поклоняясь, славя Бога, я что-то делаю для своего организма тоже. Духовная сторона – это слава Божия. Духовная сторона – я постоянно молилась на языках, чтобы сила Божия включилась для исцеления. Я часами молилась на языках. Ну и ты веришь в то, что называется процессом «возрастет исцеление». Да. Оно может возрасти. Исцеление – это процесс. Чудотворение – это миг. Да. И я просила исцеления. И на 10-й день, когда я так славила Бога, возвещала истину, провозглашала, особенно этот текст Писания, «Смерть, ты меня не победишь, где твоя жала, от где твоя победа?» И такие все победоносные тексты я собрала уже заранее на шифонере, повесила в большом, крупным планом написала и видела перед собой постоянно. И провозглашала это каждый день. На 10-й день, находясь на богослужении, поклоняясь Богу в песнях, ко мне пришла такая внутренняя уверенность – ты исцелена. Слово говорит – Дух Святой свидетельствует Духу Вашему. И так ко мне пришло внутреннее свидетельство, как революционный звук, как внутреннее убеждение, как утверждение факта – ты исцелена. Конечно, печень у меня горела и болела. Конечно, у меня еще были все признаки на лицо, я себя очень слабо чувствовала. В связи с чем? Потому что я отказалась от всякой пищи, чтобы дать возможность отдохнуть клеткам печени. Я ела очень мало, я ела только утром 10 перепелиных яиц, потому что мне надо было поднять железо в организме, эритроциты. У всех раковых очень падают эритроциты, чтобы поддержать организм, чтобы дать отдых всему организму. Я ела только каши с оливковым маслом и салаты, больше ничего. Но три раза в день перед едой я пила пол-литра сока. Яблоки, сельдерей, морковка и свекла – это очищающие элементы, по всему миру известные. Дело в том, что перед тем, как заболеть раком, я очень многим людям помогала избавиться от рака. Интересно. Поэтому я знала все системы. Утром пила соду натощак, чтобы нейтрализовать кислоты. На ночь пила золу одного вулкана, смешанную с водой, которая тоже снимала кислоты 98% натрия. У Бога все есть для восстановления. И лист его для исцеления народа. Даже естественным, природным образом, чудесным образом. Чтобы снять Жене, я пила эту золу, и она нейтрализовала Жене. Но был момент, когда ко мне подошла одна сестра из церкви, Валентина Фишер, она помолилась за меня. И в одну секунду снялась боль, ушла боль, никогда больше не возвращалась. В том же богослужении, или раньше было? Я не помню, да, в какой это был момент. То есть суппорт очень важен. Не в этом богослужении, это была домашняя ячейка. Да, понятно. Но если бы ты была одна со своей болезнью, ты бы боролась. Я бы не сдавалась. Поэтому присутствовали и пастырь, и семья, я думаю, была активна. А мой муж, конечно, сразу же, когда узнал, что у меня рак, он тоже пришел, помазал меня елеем, молился, благословил меня, сказал, что я буду с тобой держаться вместе, мы будем молиться. Но он постоянно был на работе, я мало его видела. А вечером я уезжала на поклонение, он поздно приходил. Но я знала, что он вместе со мной борется. Сильно сказано, сильно. Вот это здорово. Видишь, час ушел. Поэтому возможность продолжить эту тему завтра... Главный фактор. Через месяц я прошла компьютерную диагностику, от рака не было и следа. Представляешь? И я полетела на Украину. Ну, слава Господу. Слава Иисусу. Неля, спасибо. Мы будем продолжать эфир с тобой. Я думаю, интересен. Был эфир назидателен. И это было благословением для многих из вас, дорогие мои. Это была программа влияния. Неля Мертес была со мной в эфире. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословенны. И оставайтесь с нами на импакт. Не пропустите последующие программы с Неля Мертес на телеканале импакт. Всего хорошего. Иисус Христос любит вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова